Девчонки, всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория. И сегодня я хочу показать вам свой второй заказ по 11 каталогу компании Фаберлик. Кому интересно такое видео, оставайтесь со мной. Девчонки, в моем заказе будут в основном помады увлажнения в цвете. Три помады для себя дозаказала я и три помады заказала у меня девушка. А также еще кое-какие продукты были в моем заказе. Первое, что покажу, заказали краску краса. Это стойкая сиси крем краска с маслом амлы и аргинином. Артикул данной краски 8937 оттенок ультраосветляющий блонд жемчужный. Нравится краска. Я сама не пользовалась, но отзывы на нее довольно-таки неплохие. Берут у меня ее часто. И к этой краске девушка заказала для себя две капсулы. Первая капсула идет у нас для сухих и обезвоженных волос. Здесь ее 2 мл. Вот так вот она выглядит. Такая вот капсула объемом 2 мл. И что же у нас содержится в этой капсуле? Капсула содержит сквалан, который необходим сухим и обезвоженным волосам. Сквалан глубоко увлажняет волосы, поддерживает водно-липидный баланс кожи головы, предотвращая потерю волосами влаги. Волосы выглядят эластичными и полными жизненных сил. И артикул этой капсулы 89-51. Эти капсулы компания рекомендует использовать только с красками Фаберлик. Поэтому, девчонки, я бы не советовала, конечно, добавлять в другие краски, так как производитель нам не советует этого делать. Срок годности краски 24 месяца. Ампулы 24 месяца. И заказала она у меня еще одну ампулу артикулой 89-50. Это для волос, лишенных блеска. Для придания блеска волосам. Тоже объем 2 мл. Этого продукта. И что же у нас заявляет производитель? Придаст волосам, любым волосам, притягательное сияние и роскошный блеск. В основе рецептуры ланолин. Натуральный воск, который питает волосы, делая их необыкновенно яркими и блестящими. Эффектный результат. Чистый цвет, сияющий изнутри при любом освещении. Вот такая еще капсула. Далее, заказала у меня девушка миниатюрку. Была в каталоге акция. Если берешь на сумму, по-моему, или 399, или 499 рублей, можно заказать миниатюрку. Она взяла для себя бьюти-кафе. Здесь ее небольшой объем, 15 мл, хорошо подойдет для сумочки. У меня такая водичка есть, в полноразмерной версии. Очень приятный аромат. Он цветочно-пудровый. Он в меру сладкий. Я бы сказала, сладко-пудрово-свежий аромат. Мне очень нравится эта водичка. Можно пользоваться ею как летом, так и для холодных времен года подойдет. Я считаю, что этот аромат тоже один из лучших в компании Фаберлик. Он универсален. Также для меня лично водичка бьюти-кафе очень напоминает девчонки, кто знает, парфюмерная вода Амор Амор. Запахи очень похожи. Следующее, что заказала для себя я. Заказала вот такую тушь. Это водостойкая тушь Архитектор. Ее артикул 5084. Хочу сказать, что тушь свежая. Изготовлена она в мае 2015 года. У меня как-то такая тушь была. Конечно, все вы знаете, что водостойкой тушью каждый день пользоваться нельзя, так как все-таки все равно она не очень хорошо влияет на ресницы. А подойдет она, если вы где-то купаетесь на море, на речке или для бассейна будет неплохой вариант. У нее такая интересная очень кисточка непривычная. Она пушистая. Вот так вот она выглядит. Выемки посередине имеются. Но я такую тушь пробовала. Что хочу сказать, что она делает такие довольно пушистые реснички симпатичные. И конечно так, что прям совсем она не смоете. Этого нет. Но действительно когда при взаимодействии с водой то сразу она не потечет. Такими пятнами не будет. Для купания я считаю, что эта тушь идеальный вариант. Так что взяла и для себя такую тушь, чтобы была, если нужно будет куда-то поехать сходить в бассейн или поехать на речку. Далее девчонки теперь приступим к самому интересному, к помадам. Все вы знаете, что сейчас в каталоге на помады увлажнение в цвете серии Skyline очень хорошая цена 139 рублей. И поэтому решили взять еще у меня помады и я для себя тоже не удержалась и взяла несколько оттенков. Первый оттенок, который вам покажу, какой мне хотелось попробовать, это будет оттенок солнечная вишня. Артикул этого оттенка 4624. Сегодня этот оттенок у меня на губах и он такой розово-малиновый, но он не такой, что прям ядреный, симпатичный оттенок, яркий для лета, думаю, подходящий вариант. Вот так выглядит эта помадка. У нее имеются небольшие шиммерные вкрапления, наверное, вот так будет вам хорошо видно. Помада довольно-таки мягкая, хорошо наносится, понравился мне этот оттеночек. И сейчас я вам покажу, как она выглядит на ручке. Вот так выглядит этот оттенок на руке. Это оттенок у нас солнечная вишня. Артикул 4624. Далее, девчонки, следующая помада, которую я взяла, это будет оттенок 4576 благородный каштан. Взяла я ее для себя, очень мне он понравился, поэтому пока хорошая цена. Я первым оттенком сейчас часто пользуюсь, поэтому решила взять запасы, пока хорошая цена. Для осени сейчас будет очень хороший вариант. И очень красивый оттенок, он мягко ложится. Я вам покажу, сделаю сводчик, кто не видел этого оттеночка на руке сейчас. Вот так выглядит оттенок благородный каштан. так, и сейчас я сделаю вам сводч на руке. И вот так он выглядит на руке. Это у нас 4576 благородный каштан. Далее, девчонки, следующая помадка, какую хочу вам показать, будет у нас в оттенке 4575. Тоже заказала мне такой оттенок девушка. это ягодный соблазн. Все вы его уже наверное видели не один раз, но я вам сейчас тоже покажу, как он выглядит на руке. Так что у меня такой оттенок есть. Это один из моих любимых оттенков. Очень мне она нравится. Очень красивый оттенок. оттенок и посмотрим как он выглядит на руке. Вот у нас идет оттенок ягодный соблазн 4575. Следующий оттенок, который у меня заказали, это 4612 пикантная корица. Девчонки, у меня такого оттенка нет. Я попробую вам ее вот так показать. Она очень похожа на оттенок горячая карамель. Только горячая карамель более такой оранжеватый, а этот больше уходит вот такой вот светлый нюдовый оттенок. Очень красивый. Следующий оттенок помады, который я вам покажу, это 4599 натуральная роза. Тоже очень красивый натуральный нюдовый оттенок. Он очень приятно смотрится на губках. Заказала его девушка, но у меня такая помада тоже есть. Я вам сейчас покажу, как она выглядит. Вот она 4599 оттенок натуральная роза. И сейчас покажу, как выглядит на руке данный оттеночек. Так, оттенок. Вот так выглядит он на ручке. Очень красивый, такой натуральный. Кто любит такие оттенки, красиво смотрится. Мне нравится этот оттенок. И последняя помада, которую хочу вам показать, это горячая карамель 4612. Заказала у меня такой оттенок девушка. И у меня такой оттенок помады тоже есть. Сейчас покажу. она очень похожа на оттенок пикантная корица, только вот он такой более немножечко розоватый. Вот так выглядит этот оттенок. И покажу вам сейчас его на ручке. Вот так выглядит оттенок пикантная корица. Давайте вам еще раз покажу все оттенки какие. Пикантная корица, ягодный соблазн, благородный каштан, солнечная вишня и натуральная роза. Вот эти оттенки. Помады очень красивые, очень хорошо ложатся на губки, поэтому девчонки, кто не брал, советую вам взять попробовать. Также мне пришел пробничек вот такой, это из Faberlic Expert 3D Volume, шампунь для придания объема. И пришел еще один купончик на скидку в 12 каталоге 250 рублей. Также хочу сказать вам еще, что оттенок солнечная вишня, который у меня сейчас на губах хорошо сочетается с лаком из серии Skyline. Это у нас лак в оттенке 73-51 французский поцелуй. Сегодня он у меня на ногтях, лак конечно немножечко темнее, но с оттенком солнечная вишня сочетается очень хорошо. Так что если кто надумает заказывать, то вот этот оттенок лака идеально подойдет к этой помадке. На этом был весь мой обзор. Кому понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Я всегда вас всех жду к себе в гости. С вами была Виктория. Пока-пока. До свидания. До новых встреч. Виктория.